добрый вечер и сегодня я хочу с вами поговорить о том как правильно выбрать компьютер мне очень часто задают такой вопрос и люди которые интересуются курсом люди которые уже записались на курс екатерина я хочу приобрести новый компьютер а подойдет ли мой компьютер а что нужно выбрать а что лучше подходит mac или pc в общем то вопросов всегда много хотела бы я ответить хотя бы в общих чертах на что обратить внимание и на что имеет смысл вот прям посмотреть смотрите почему бытует мнение о том что mac лучше ну действительно они созданы для работы в графических редакторах действительно когда только зарождалась компьютерная графика она впервые появилась на макинтош и на тот момент это было актуально то что мы работаем на маках плюс ко всему достаточно большая сила бренда то что мак это круто мак это престижно все дизайнеры работают на маках нам это нужно вот честно могу сказать я никогда не работала на майке я смотрела как работает в нем adobe illustrator очень похожий интерфейс сама я работаю под windows а у меня и ноутбук с windows и стационарный компьютер возможности их хватает я не заметила чтобы были какие-то проблемы на обычном стационарном компьютере на что стоит обратить внимание конечно если у вас стоит стационарный компьютер у вас должен быть мощный процессор и должна быть хорошая видеокарта которая справляется с объемом данных которые требуют adobe photoshop и adobe illustrator то есть маломощный старый компьютер вполне может не тянуть данные программы и это не потому что это не мак а просто потому что у него не хватает возможности как это посмотреть я бы все-таки обратилась к специалисту который бы вам проверил компьютер но либо если вы приходите в магазин мы попросите его продавца вас вам проассистировать и рассказать что лучше подходит привязанности к бренду как таковому нет у меня два ноутбука один из них юлит паккарт второй из них lenovo они выполняют разные функции например юлит паккарт он большой большой диагональю он тяжелый носить его с собой неудобно но на нем удобно рисовать он прекрасно тянет и adobe illustrator и adobe photoshop и одновременно запись видео то есть хороший мощный ноутбук он позиционировался как игровой то есть если вы смотрите на ноутбуке не макбуки а именно обычные то я рекомендую смотреть на игровые ноутбуки которые заточены под это дело там у вас будет и хороший процессор и хорошая видеокарта которая тянет графику если же вы хотите выбрать стационарный компьютер опять же вам нужно посмотреть на мощность процессора и на мощность видеокарты плюс ко всему должна быть достаточно большая оперативная память у вас на компьютере в противном случае программа будет подвисать по поводу ноутбуков я понимаю что хочется маленький компактный красивый чтоб собой везде таскать чем меньше ноутбук тем скорее всего будет ниже скорость процессора меньше видеокарта меньше экран и соответственно оперативная память по объему будет тоже меньше что совсем не гуд для графических редакторов то есть здесь нужно найти баланс я вам сказал что на два ноутбука вот они куплены для разных целей один ноутбук я всегда беру с собой да я могу на нем открыть адоп иллюстратор и адоп фотошоп у меня они установлены но открыть и посмотреть работать в них очень очень проблематично очень сложно потому что ну он не приспособлен для того чтобы на нем работать в графических редакторах word excel посмотреть что-то в интернете да он подходит то есть вести какие-то таблицы для того чтобы работать в графических редакторах требуется что-то более мощного вот как мой другой ноутбук но он более тяжелый он требует таких сильных мышц но при этом не ну как бы справляется со всеми задачами которые я ему ставлю но с собой таскать его неудобно если вы на машине тогда еще более-менее если в метро ну будьте качком хотя подтяните себе физическую форму поэтому вы можете спокойно себе выбрать ноутбук если он будет игровой либо если у него будут соответствовать требования программам вы можете зайти на сайт адоп посмотреть что они требуют опять же еще раз процессор видеокарта и оперативная память три основные момента на которые надо обратить внимание чем они больше тем лучше так что вы сможете подобрать себе необходимый компьютер лучше стационарные стационарные они мощнее сильнее у них лучше системы охлаждения и они позволяют большего также смотрите мониторы которые имеют достаточную цветопередачу и позволяют вам комфортно работать диагональ может быть самая разная если компьютер стационарный можно размахнуться хоть на два монитора хоть на один большой с огромной диагональю если ноутбук но для работы в графике лучше не брать самый маленький лучше взять все таки средний или побольше таскать будет менее удобно но зато сможете спокойно в нем работать потому что когда вы работаете с графикой смотреть в такое маленькое окошко выглядывается как же там что происходит неудобно по поводу еще одного вопроса которыми часто задают а нужен ли планшет личное дело каждого я работала два года на планшете ну нормально работала потом перешла на мышку сейчас работаю мышкой и все иллюстрации которые вот вы видели я публикую и все видео которые я делаю я работаю с обычной мышкой предпочитаю беспроводные но вот за стационарным компьютером у меня проводная мышка никак на мою работу это не сказывается и проблем я не испытываю поэтому если вам нужно работать в программах даже если уже есть компьютер я опубликовала статью сейчас еще раз ее опубликую можно его почистить почистить кэш почистить автозагрузки ну то есть посмотреть чтобы максимально это облегчить возможно если он у вас старенький но просто не потянет придется обновить поэтому сходите в магазин спросите у продавца что бы вы бы рекомендовали для доп иллюстратор если он начинает ну как бы впаривать только маки ну а скажите а вот если не маг а если что то другое если например там lg lenovo там dell много же разных марок sony ваю опять же все что угодно можно посмотреть если он вам расскажет о преимуществах windows в чем-то более дружелюбной ну для меня по крайней мере он легче стыкуется с флешками жесткими дисками и туда-сюда передавать проще посмотрите что вам удобно что вам комфортно если бюджет позволяет и вы сторонник макбука покупайте макбук покупайте стационарный мак то ваше право смотрите на параметры для работы вам хватит то есть я не считаю что только мак или только писи это личный выбор за вами упираться во что-то одно не рекомендую то есть макбук про ну купите вы себе обычный компьютер посмотрите просто чтобы его параметров хватало для работы в графических редакторах и все если бюджет позволяет покупайте почему я бы смотрела все таки на макбук про не на макбук air если вы работаете в графических редакторах то есть чтобы он был более мощный и все-таки диагональку побольше взять я надеюсь то что я ответила на основные вопросы если они еще будут пожалуйста пишите и выложу обязательно в группу статью о том как почистить компьютер кто проходил курс у них эта статья есть они смотрели но обновлю еще раз еще раз залезть на компьютер его почистить никогда не поздно будут вопросы пишите всем хорошего вечера и до скорых встреч